Хорита, ты гулять хочешь? Лапкой грибёт. Привет, мои любимые, добрая, прекрасная ночь. Ну нет, вечер, времени 22. 22. И я вышла с Хориточкой, потому что у Юляси что-то болит. Продуло у неё или этот самый, или лопатку, или шею, короче, она не знает. Не может она с ней гулять, просит меня. Вот я гуляю уже сегодня с ней, сколько, второй раз. Шахеха, по-арабски значит сыкушка. Сейчас читала комментарии, короче, зашла в Ютуб, в спам. Туда Ютуб закидывает комментарии, которые ему не нравятся. И нахожу комментарии, которые там двухлетней давности, и однолетней давности, и вообще давнишние, и какие-то новые, которые просто не пропустил Ютуб. И там какая-то, как она морду засунула прям в снег, смотрите, по самые уши. И там пишет мне Елена из Луганска. Не помню фамилию. Пишет, я из Луганска. Мы с мужем заработали денег, миллион, или что-то такое, не знаю. Сделали ремонт. Как можно в такой квартире вообще жить, как вы живёте? И за грязных кастрюль готовите уху, и ещё чего-то, и ещё чего-то. Но я не люблю советовать. Вы знаете, те, кто меня знает. А я написала так в моменте, что чувствую. Сказала... Она говорит, меня уж передёрнуло, когда смотрела обзор квартиры. Я ей так с любовью написала, что очень не хочу, чтобы вас передёргивало. Зачем вам это нужно? Зачем мне это нужно? Вот. Проходите мимо. Смотрите то, что не передёргивает. То, что ложится на душу. То, что звенит от всего душа. Вот. Зачем вы смотрите то, что вас передёргивает? Зачем вам это надо? Она говорит, почему такая квартира неблагустроена? Я не знаю чего. Ну, простите меня. За 12 тысяч двухкомнатная квартира в городе. Они где-то там, не знаю где, все здесь. Вся инфраструктура. Квартира тёплая, со стеклопакетами. Всё необходимое для жилья есть. Вода, тепло, свет, интернет. По нашим возможностям, вот именно теперешним, нас устраивает. А в чём Елене видится неблагоустроенность, я не знаю. Кто-то сейчас мне напишет. Ириш, что ты опять оправдываешься? Ну нет, милые мои. Я вообще не оправдываюсь. Просто... Ну, что ли, реагирую на комментарии. Это вроде как моя работа, мне нравится. И, наверное, сама в своих же ответах что-то для себя нахожу. Не знаю, вот приходят такие мысли сразу же. Вот кому бы я могла бы так написать? Вот я захожу на канал блогеров, которые снимают людей, ну, совсем... Ниже прожиточного минимума многодетных, пожилых, инвалидов и так далее. Нет, Хариточка, мы туда не пойдём, солнышко. Пошли сюда. Вот. И я представляю, я так кому-нибудь написала бы. Что ты этих показываешь там? Нищебродов, бомжей. Я не знаю, что меня передёргивает от них. Но если меня передёргивает, я просто не смотрю. Понимаете, я не захожу на каналы, которые мне неинтересны. Там, где движняк, или там, где сплошная рисовка, или вымышленная, или ещё что-то. Мне это неинтересно. Вот сейчас... Вы же знаете все, что я ищу работу. Вот мне сейчас предложили работу. Типа, мы платим 7500 за смену. Нужно съездить в Старую Русу и съездить в Перегино. Село какое-то здесь есть недалеко от... Ну, как недалеко? Ну, далековато часа два, наверное, на автобусе или сколько. От Великого Новгорода. Им нужен как интервьюер, или что-то такое, человек, который берёт интервью у людей вот на улице, или там что-то рекламирует, или ещё что-то, не знаю. Вот. Это объявление я нашла... Не тяни. Я нашла в Авито. И, в общем, я написала девушке. Девушку зовут Мария. Она мне написала свой телефон и говорит, зайдите, пожалуйста, ко мне на WhatsApp, и мы там всё обсудим. Для меня уже стало странно, почему она это не может обсудить в Авито, если это всё легально. Не беги, хора, потихоньку. Вот. Оказывается, она меня затащила на WhatsApp, и там говорит, у вас есть телефон? Я говорю, да, конечно. Она говорит, а вы можете туда вот такие-то, такие-то там программки к себе в телефон загрузить, чтобы мы вам там давали сведения, которые вам нужно рассказывать людям, и так далее, и так далее. И там по всевозможным ссылочкам можете переходить, и так далее. Я говорю, а разве вы не выдаёте... Блин, мне так скользко, и она меня тянет сильно. Я говорю, разве вы не выдаёте для работы телефон рабочий? Я говорю, у меня, да, конечно, у меня есть телефон. Но это телефон мой, личный. У меня там личная информация и так далее. У меня там то, во что мне не хотелось бы, чтобы кто-то влазил. Ну, например, там какие-то коды, ещё что-то. Ну, я не знаю, как и у каждого человека, кому хочется перейти по ссылке, и чтобы у вас какой-нибудь там вирус залез в телефон и обчистил там ваши карты, если у вас там на них что-то есть, и так далее. Я ей говорю, нет, мне это неинтересно. Говорю, если вы... Она говорит, нет, конечно, мы не выдаём. У вас свой должен быть телефон. Я говорю, да, конечно, у меня есть. Но я по ссылкам не перехожу, потому что у меня был телефон. Я перешла когда-то по ссылкам, и мне... У меня телефон испортился. Вот. Она говорит... Так, тишина была сколько-то там, не знаю, минут 20. Потом она мне пишет, ну, у нас есть ещё другая, типа, подработка. Это ходить в детские сады, фотографировать деток. Вам тоже нужен телефон, чтобы вы фотографировали на телефон. Фотографировать там деток в детских садах. И мы вам платим за одно посещение 250 рублей. Вот идёшь в один садик, фотографируешь там сколько-то детей, не знаю, они платят 250 рублей. Потом идёшь в другой садик, тоже 200, потом в другой, и она говорит, садиков очень много в Великом Новгороде. Вот. Но вам тоже нужен телефон. И тоже вам нужно там по каким-то ссылкам переходить, когда вы посылаете нам фотографии. И там ещё что-то. Ну, короче. Я сказала, ну, во-первых, сфотографировать даже в одном садике десятки детей, это не стоит 250 рублей. Если я не говорю, что я там фотограф-профессионал, я, естественно, любитель. Но это стоит тоже далеко, не 250 рублей. Так что, извините, удачи мне неинтересно. Ну, естественно, я её заблокировала. Потому что на один садик у меня может уйти целый день. А в Питере даже на малооплачиваемой работе, когда, ну, вы знаете, когда я работала там уборщицей или посудомоющицей, там, или ещё кем-то, я получала в среднем 250 рублей в час. А здесь у меня на один садик может уйти полдня или целый день. Ну, в общем, короче, нет, это несерьёзно. И тем более эти 250 рублей я потрачу на дорогу, чтобы доехать до этого садика и вернуться домой. А они не оплачивают ни дорогу, ни отвозят на место. Вот мне, например, нужно ехать в Старую Русу там или в Эта Перегина. Мне нужно ехать своим ходом. А, ну, как же она тянет. Куда-то тянет, тянет, куда её Юлька водила. И она по тем же следам идёт. Идёт как трактор, реально. Вот, мои любимые. Ну, примерно рассказала вам такие интересные истории. Всё, завтра иду на собеседование. Я вам говорила, что в понедельник у меня в 11 часов собеседование. Пожелайте мне удачи. Люблю вас. Все волшебные ночи. Хури-то, стой. Сфотографирую вам домик красивый. Смотрите, как красиво сквозь веточки. Люблю вас. Сфотографирую вам домик красивый. Сфотографирую вам домик красивый. Сфотографирую вам домик красивый.